Все это слушаю, у меня полосы пристают на некоторых моментах. Во-первых, когда вы говорили про Новодорскую, вы сказали цитату, что истина, она дороже. Я думаю, тут приводились цитаты Новодорской именно не о политической системе Российской Федерации, а о русском народе. Она говорила о нем очень много и говорила очень мерзко. Если вы считаете, что это истина, ну тогда у меня вопрос... Девушка, я считаю, что это своя. А, то есть вы считаете, что вы согласны с высказыванием Новодорской? Я считаю, что Валерия Ильинична имела право на такие высказывания антипатриотические. Минуточку, вы же меня спросили, я отвечаю. Антипатриотическими они не являются, эти высказывания, а являются, еще раз повторю, свидетельством боли, которую испытывает человек, идентифицирующий себя с Россией. Вы вопрос про это согласились? Простите, пожалуйста, я вам добавлю. И в этом смысле предшественниками Новодорской в суждениях такого типа являются, например, Петр Ильич Адаев и Иван Аксак. Я спрашиваю конкретно про Валерия Ильича. Все вопросы. Да, да, я отвечаю. Да, мне просто прибили, не давя задать в конце. Следующее, тоже к вам, на счет Георгиевской ленты. Да, на определенный момент Георгиевское лето, 9 мая, День Победы, но в связи с последними событиями Георгиевская лента стала символом сопротивления. И, например, в Донецке люди борются под Георгиевской лентой. И в том числе люди поддерживают те, которые прошли войну Великую Отечественную. И сравнивать ее со целым платком тоже немножко погородило. И еще вопрос по патриотическому воспитанию. Ну, в России на протяжении всей этой международной истории всегда было патриотическое воспитание. И как он сейчас Евгений Вадимович, он говорит о патриотизме, если его помощник говорит о событиях в Одессе, когда людей сожгли, путиноидов сожгли, туда и мы дорога. Я сначала про сравнение, чтобы все-таки четко. Я еще раз хочу сказать, я не сравниваю Георгиевскую ленточку с носовым платком. Это я еще раз хочу сказать, потому что, чтобы не затрагивать чувства верующих, действительно, я говорил о действиях, я говорил о навязываниях. Знаете, вот эти символы сейчас умирали. Хорошо, я не про символ говорил, я говорил про действия. Я говорю, что если действительно для человека, я знаю, для десантника это футболка, которая, вот пока он носит футболку, он имеет право. Для него это святая вещь и важная вещь, и я уважаю его мнение, и я понимаю в том числе, что это символ для ряда людей, и я нормально отношусь. До тех пор, пока десантник не начинает надевать футболку на меня, или на меня что-то пытаются сказать, вот вы мне скажете, может быть, я не точно сказал, и я извиняюсь, про носовой платок. Это было лично. Я мог сказать, я возьму любую ленточку, которая у меня есть, она может быть белая, может быть голубая, может быть зеленая, и я буду ее тоже просить надеть. То есть, извините, я просто подумал, что странно представить, что я ношу с собой разные ленточки. Я подумал, что я с собой ношу, это был образ, исключительно образ, ничего. Я хочу вам, вам, насчет георгической ленточки, не только вы высказывались. Я просто, что же формат дискуссии, вот мы явно представляем разные структуры, я просто отвечаю по поводу символа. Георгийская ленточка носит ее сегодня в Донбассе, не носит ее сегодня в Донбассе. Это вполне определенный наградной знак. Его получали во время Великой Отечественной войны люди, которые либо служили в гвардейских частях, кстати, ленточку правильнее называть гвардейской, а не георгийской, либо служили в гвардейских частях, либо были награждены теми орденами и медалями, которые носились на знаке вот с этой лентой. Все люди, которые надели бы эту ленту, не будучи награждены соответствующим знаком почета, не орденом знака почета, а я имею в виду вообще почетный знак, и не служили в георгийских частях, были бы довольно суровы наказы. Это было категорически в свое время запрещено. С моей точки зрения, люди, которые носят это в Донбассе и делают это символом сопротивления, не имеют на это право. И вот почему. Да, теперь я говорю. Вы говорили, теперь я говорю. Потому что Великую Отечественную войну выиграли граждане многих государств, в том числе, как это не удивительно вам будет, государство Украина, и если... А чтобы было государство Украина, что ли, в те годы? Да, граждане, которые сегодня являются... Было государство Украина в те годы... Разрешите договорить. Ваши слова. В том числе... Победили советские граждане. Какое государство Украина? Российское, российское... Еще раз. Советские люди победили. Еще раз. В том числе, выиграли эту войну люди, люди, которые сегодня являются гражданами государства Украина, так же, как сегодня являются гражданами государства Россия. Вы не являетесь сегодня гражданской Советского Союза. Это государство, нет. Вы являетесь гражданкой Российской Федерации. Войну выиграли люди. Граждане Советского Союза. Люди, которым сегодня много лет, и которые сегодня являются гражданами разных стран, а тогда являлись гражданами... Я не носят эту леточку и передают ее... А тогда являлись гражданами единой страны Советского Союза. Поэтому ветераны Великой Отечественной войны есть по обе стороны того фронта, который есть сегодня на Украине, и ссылаться в том, что происходит в Донбассе, на опыт Великой Отечественной войны не следует. Не только в Донбассе, в Одессе, в Харькове, в Харькове... Но обе стороны, извините, это бандеровцы, вы это имеете в виду, ветераны с обеих сторон. Я имею в виду людей, награжденных орденами... Ветераны с другой стороны, это кто? Людей с другой стороны. Орденами и медалями Советского Союза, проживающими ныне, к сожалению, доживающими свой век, потому что они очень стары. В Киеве, Харькове, Полтаве и других городах. Поэтому то, что происходит сегодня в Донбассе, не является продолжением Великой Отечественной войны. Это другая война. И надевать, надевать, надевать наградную ленту Великой Отечественной войны. Простите, пожалуйста. Войне, по сути дела, гражданской. Мы не убеждали, мы уже поздали вопросы и получали ответы. Позвольте, я бы другими словами объясню, в чем недоразумение. Позвольте, я объясню очень коротко две фразы. Значит, вы совершаете некоторую подмену, на которую коллега, собственно, так и обрадовалась. Подмену фактически следующее. Значит, символы меняют смысл. Они живут исторически, они меняют смысл. За наш с вами государственный флаг в 1945 году расстреливали, потому что это флаг Ласовская. Значит, Георгиевская Леночка начиналась в 2005 году как знак памяти и знак горькой памяти о страшной войне Второй мировой. Сейчас она сделалась знаком лояльности нашей внешней политики, включая все ее выкрутасы. Значит, все люди, которые готовы разделить трагическую память, не готовы, многие, разделить поддержку внешнеполитического курса. Вот в чем проблема. Вопросы, я еще раз повторю. Вы говорите о патриотизме. Мы слышали, что, оказывается, патриотизм воспитывать не нужно. Но вот, может быть, если мы не будем воспитывать люди, это чувство патриотизма. Вот помощник Евгения Вадимовича заявлял о людях, которые всажгли в Одессе. Следующее. Путиноидов сажгли, туда им и дорога. Памилью назовите, пожалуйста. Игорь Гром. Игорь Гром. Послушайте, во-первых, я вам не верю для начала. Я вам не верю, потому что вот Гром здесь, вы можете у него спросить. А он ответил? Дальше. Он... Я с удовольствием не был. Секунду, я сейчас отвечу сначала. Игорь свободный человек, у него есть свое мнение, но он не идиот. Что касается ваших вопросов, у меня на самом деле есть непонимание. Или вы бессовестные циники, или вы просто дебилы. И когда вот я разберусь, я буду действовать на ответ. Давайте, если только совсем...